Вести Ульяновск на телеканале России. Здравствуйте. Смотрите в нашем выпуске. В детскую больницу прибыл новогодний десант. Так сотрудники МЧС перед Новым годом помогают маленьким пациентам быстрее выздороветь. Вот моя младшенькая Снегурочка, которая в полиции служит, она вам листовочки принесла специальные. А Дед Морозы госавтоинспекторы в преддверии каникул напомнили школьникам правила безопасности. Какая на елка округа? В Нижний Новгород съехали здесь из 13 регионов Приболжья, среди них и ульяновцы. У ФСБ России по региону пресекло противоправную деятельность ульяновца, причастного к организации каналов поставок синтетических наркотиков на территорию Ульяновской области из Москвы и регионов Центральной России. При транспортировке очередной, особо крупной партии наркотических средств, 36-летний мужчина был задержан с поличным в Корсунском районе. Изъято наркотическое средство мифедрон более 1 килограмма, что приравнивается к 10 тысячам разовых доз. Следственным отделом ФСБ возбуждено и расследовано уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконное производство сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Приговором Корсунского районного суда Ульяновской области фигурант признан виновным в совершении указанного преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Сотрудники МЧС вновь вышли на улицы областного центра, но не тушить пожары, а предупредить их возникновение. Сделать это они решили с помощью флеш-моба в центре Ульяновска. Один из внештатных спасателей в костюме колобка пожарного дарил горожанам красочные буклеты и брошюры. Подобный замысел полностью себя оправдал, ведь с помощью сказочной экспрессии информация запоминается лучше, считают сотрудники МЧС. Сегодня и дети были на улицах, им, безусловно, это запоминается. МЧС всегда на страже, и мы вышли на улицы города с тем, чтобы людям в очередной раз напомнить правила пользования пиротехническими изделиями. Кроме того, как правильно украсть новогоднюю елку. Люди охотно реагировали на раздачу информационного материала, а непонимающие отнеслись к беспокойству МЧСников во время Нового года. Многие горожане уже запаслись праздничным настроением. Вот прям честно, мы идем с кафе, отмечаем день рождения подружки. Очень неожиданно. Нас снабдили, значит, правилами безопасности, советами. От МЧС мы, конечно же, будем придерживаться в новогодних каникулах, все эти петарды, все, мы будем пользоваться этой памяткой. Ну да, добрый совет от МЧС. Нет, все будет безопасно, все будет хорошо, мы с этим относимся серьезно. Некоторые ульяновцы после общения с сотрудниками МЧС выразили желание заняться просвещением друзей и близких. Они обещали передать им буклеты и брошюры. Ведь не зря говорят, предупрежден, значит, вооружен. И от слов к делу сотрудники МЧС по хорошей традиции устроили праздник для ребят, которые проходят лечение в детской областной больнице. Как менялось настроение маленьких пациентов увидел Игорь Кранцев. Вот такая неполечебному шумная атмосфера на территории детской больницы имени Горячего. Впрочем, руководство лечебного учреждения против небольшого нарушения режима не возражало. Это ведь часть сюрприза, который подготовили сотрудники МЧС для юных пациентов. А хорошее настроение, оно, как известно, тоже способно исцелять. Мы не предупреждаем, вот, это всегда сюрприз, вот, и единственное, что они могут видеть в окна, это процесс подготовки, но угадать, что это такое. На сегодняшний день у больницы находится около 300. На сегодняшний день лечение получают. Я надеюсь, что основная масса, думаю, что будут выписаны перед Новым годом. Но в новогоднюю дождь детки тоже находятся в лечебном учреждении. Сотрудники МЧС уже несколько лет в канун Нового года поздравляют малышей, которые оказались в предпраздничные дни в больничных стенах. Деда Мороза, спускающиеся с крыши и машущие в окно, непременный атрибут. Равно как и подарки для подрастающего поколения. Мы попросили Деда Мороза зарядить коробки храбрости, отвагой и смелостью пожарных и спасателей в Ульяновской области. В этом году больше творческих подарков. Это карандаши, пластилин, краски. Конечно, есть и подарки для самых маленьких. Всех, ребята, дарим. Добрую традицию огнеборцы и спасатели намерены продолжать и в будущем. Ведь возможность подарить хорошее настроение в канун праздника дорогого стоит. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск. Полицейского на посту при новогоднюю пору подменяет Дед Мороз. Именно он пришел напомнить о правилах безопасности детям Карлинской средней школы перед их небольшим путешествием на школьном автобусе. Здравствуйте, детишки! Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Желаю вам счастья, здоровья, любви, радости и, главное, безопасности. Безопасность в автобусе поможет сохранить специальный ремень. Инструкция по его применению в устном виде прилагалась. Шестиклассникам напомнили и о важности светоотражающих элементов, способных вечером спасти пешеходу жизнь. Вот моя младшенькая Снегурочка, которая в полиции служит, она вам листовочки принесла специальные. Держите их перед собой, читайте, изучайте. В них сотрудники госавтоинспекции заботливо прописали важные правила дорожного движения, как переходить дорогу, рассказали о значении дорожных знаков и сигналов светофоров. С теми же темами отправились в саму школу, где Дед Мороз вместе с помощниками из госавтоинспекции уже наглядно показывают ученикам младших классов, как правильно вести себя на дороге. Ульяновский зоопарк запускает традиционную новогоднюю акцию, принимает елки, сосны и пихты. Деревья не только украсят вольеры обитателей, но и станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Передать хвойное угощение в дар могут только компании. По словам руководителя звериного царства, елки, которыми украшали дома, могут быть опасны для животных. На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений – мишуры, гирлянд искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных. В зоопарке также рассказали, что еловые ветки любят многие млекопитающие птицы. Хвоя богата витамином С, каротином и полезными аминокислотами. Поэтому ели и сосны становятся полезным десертом для многих животных как в природе, так и в зоопарках. Подробнее узнать, как подарить хвойное деревье животным, ульяновцы могут по телефону 8 927 270 76 66. Новогодние праздники – это волшебная пора красивых и добрых сказок. Активная подготовка к предстоящему веселью наблюдается в Кузоватовском районе, где традиционно завершают год педагога и наставника торжественным предновогодним балом, на котором побывала наша съемочная группа. Сменяющие друг другом мазурка и минуэт, после чего заводная кадриль. Подходящий к своему завершению год педагога и наставника украсила череда событий и мероприятий в разных уголках страны и региона. В Кузоватого главной теме года приурочили торжественный новогодний бал, традиционно объединяющий лучших учащихся рабочего поселка. Дорогие друзья, сегодня торжественный зал принадлежит вам. Не раз говорил и повторю, что он открыт для тех, кто готов честно и добросовестно служить своему отечеству, своему народу. Здесь создается история и наш сегодняшний праздник в страничках этой истории. Приложить руку к страничке истории здесь собрались отличники учебы, спортивные и общественные активисты и, конечно же, их главные наставники – педагоги. Стоит признать, что педагогическую профессию нужно показывать в лицах, поэтому этот бал посвящен представителям одной из самых нужных профессий на Земле. Прежде всего, это замечательный повод сказать огромные слова благодарности за их непростой, но очень важный и почетный труд. Ну и, конечно же, мы с огромным удовольствием поздравляем всех ребят и всех педагогов с наступающим праздником зимнего волшебства. Новогодний бал в Кузоватого – ежегодная традиция, которой в этом году исполняется 12 лет. За это время устоялся свой дресс-код мероприятия – галантные костюмы на юношах и белоснежные бальные платья на девушках. Все-таки это такой цвет чистоты, красоты. Торжественность и эстетика мероприятия перевоплотили учеников в представители аристократии 19 века. А театральные постановки и заводные танцы задали нужный настрой перед главным праздником в году. Дети из Ульяновской области увидели главную новогоднюю елку округа. Праздничное мероприятие прошло в Нижнем Новгороде. В этом году его посетили около тысячи детей, приехавших из 13 регионов Приволжья. Это воспитники детских домов и школ-интернатов, победители и лауреаты всероссийских предметных олимпиад, соревнований и конкурсов, окружных общественных проектов. Дети из многодетных семей, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, участников специальной военной операции. Ребята на самом деле приехали сюда за настроением. И естественно хочется пожелать им это настроение здесь получить и получить незабываемые эмоции, яркие впечатления. Ну и конечно хотелось бы пожелать, чтобы эти ребята, которые приехали сюда, попытались реализовать весь свой потенциал, все свои возможности благодаря своим наставникам, родителям. Окружной праздник прошел в Нижегородской академической филармонии имени Ростроповича. Юных гостей ожидала новогодняя сказка «Добро возвращается». Для ребят подготовили и обширную культурную программу, обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского Кремля. Выставки «Россия. Моя история», «Планетария», «Парка Швейцария» и «Музея-усадьба Рукавишниковых». В завершении праздника состоялся традиционный хоровод вокруг Кремлевской елки. И о погоде у меня на этом все. Я благодарю вас за внимание. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Что такое бюллетень? Мы с сестрой целый день рисовали бюллетень. Написали кандидатов, не забыли маму с папой. Наложили очень хитро много степеней защиты. Взяли маркеры цветные, делают знаки водяные. С ним пойдем голосовать, маму с папой выбирать. Но сказала мама. Милый, бюллетень у вас красивый, только цифровой подсчет бюллетень ваш не пройдет. Ведь в России бюллетени маркируют лучше денег. Очень тщательно зашита в них мощнейшая защита. Ваша хитрость не сыграет. Люди честно выбирают. Но мы с папой очень рады, что мы ваши кандидаты. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Атмосферное давление будет падать. Ветер юго-западный, умеренный. Температура воздуха днем по области минус 2, минус 7. Ульяновский минус 3, минус 5. Ветер юго-западный, умеренный.